АПЛОДИСМЕНТЫ Помидоры эти дурацкие, вечно зелёные, они же у нас в валенках созревают, на печке. Ну, огурцы, ничего, правда, солёные-то, он их прям на грядках солит. Картошка тоже в семь раз сытнее, чем ничего. Ну и вот, упёрся, взялся и всё, да что ты будешь делать? Сколько не отговаривали, а не все же деревни дураки-то, все же подсказчики. Чё тут думать-то, говорит, капитком надо сварить, к чёрту матери, да и всё, нахрен. Ладно. Ну чё, они полдня с ним эту баню топили, вместе с соседом с этим. И это, вылили весь капиток крутой прям, все восемнадцать ветер, который, на этот, на, ну, на растению. Удачно получилось, ага, ну, знаешь, так, видишь, как-то залял, пожух. Правда, они этих, ну, помидоры все залили, огурцы-то жалко, и картошку всю. Ну, всё нахрен залили. Последнее ведро, когда это самое, Василий-то, выливал, я этому суседу прям на ногу ходил. Ай, минуты две тут ничего не говорил. Ну, орал только. Потом ещё давай материться на его тоже. Ты сначала вылечись, правильно? Потом матерись, а... Ну, разве можно там? Ну, чё, захрустил, конечно, дома неприятности. Все запасы на зиму залили одним разом. О, чё делать, значит? Все же мудрые, этот, справа сусед, слышишь, говорит. Кого ты слушаешь? Давай его, это, кислотой. А где её взять? Аккумулятор купил, вём есть. Ладно. Пошёл Василий в райцентр. Аккумулятор, благо, рядом, 26 километров. Принёс кукумулятор-то от К-700 на другой день. Ага. Да, в понедельник вышел он, в четверг пришёл. Удачно получилось, а! Залили кислотой-то корень. О, ты что? Он прям весь коричневый стал, лопух-то у него. Ну, и пена снова пошла. Хорошо получилось. Только вот, когда кислоту-то разбавлял Василий, и руки себе по самой коленке. В смысле, по локте, конечно, по локте. Ой, уж коленков нет. Тоже орал долго, потом в гипсах-то ходил он, сколько, недель-две. Да, не меньше, дней десять. Ну, считай, как снимать эти гипсы-то в праздник целый, правильно? Обмыли, конечно, это делать. Глянул в огород-то он. О, Матерь Божья, и что творится-то? А он поднялся, и хрен-то. Ага, один стоит во всём огороде. Как будто больше никто не должен расти там. Зелёный, аж синий. В грудь лопух. Ну, ты что, хорошо попёр? Лучше, чем раньше-то. Ну, и на кислоте-то поднялся-то. Ах ты, что же делать-то? Ну, всё, жена всё практически из дома ушла с ребятёшками. Что же эти слева сусет-то? Не все же деревья дураки. Что ты с ними связался, говорит? Давай его выкопаем оттуда вот и всё. Ладно. Два дня они с им ямом копали. Яма, получилось, люди мои добрые. Танк тут и спрятать можно. Если даже ствол вверх поднять. Удачно выкопали-то. Да, весь практически. Маленький корешок остался. А Василий даже дома не ночевал. Что, не с кем же? Давно о краю обрыва-то, значит, это. Переживает, мало ли что. И тут как раз это самое. Дожди три дня дошли они с неделю. Глянул вниз как-то раз. А он опять заколосился там. Хренок-то. Ах ты, матюшки мои, да что же делать-то? Ох, это зазлился же он. Бедненький. Весь похудел. Ничего же не ест. Ну, этот самый, правда, тут подошёл сосед. Это с этого, через огород который. И говорит. Знаешь что? Давай-ка с тобой забетонируем его нахрен, сделу конец. Ладно. В райцентр, конечно. Брал благо рядом же. Всё-таки 65 километров. Припёрли оттуда, значит, шибёнки, цементу, слышишь, замесили и всё, значит, вбухали яму. Удачно получилось-то. Они заровняли её напрочь всё. Ну, с устатку, конечно, в магазин куда ещё. Сколь его не было дома-то, минут сорок, наверное. Часа три, может. Приходит он на завтра утром-то. Тут вообще дело тёмное, вот вроде утро, а дело тёмное напрочь. Этот самый, бычок у него есть. Тоже Вася. Помоложе только. Чё он полез в этот бетон, там жрать же нечего совсем. Залез, встал прям в самую серёдку, по самой локте, в смысле коленке. Увяз, цемент хороший, быстро схватился-то. Стоять друг на друга, смотрит, а ты стоишь молодой-то на этого, на главного-то. Му-да-му. До конца сказать не может, намекает на вас. Му-да-му. Ну, чё? Нашли этот отбойный молоток, ели как, отколупнули его, значит, он. А, месяца два ещё ходил в бетонных сапогах. На город смотреть страшно, полигон какой-то, какие-то скалетки, бетонные, цемент, мешки испытывал. А этот гуляет в бетонных сапогах. Стыдно за граду-то выгнать, ну, засмеют же. Ах ты, горе-горе, каково делать-то. Ну, чё, он расстроился прям весь, чёрный, легший ветру. Сарай разобрал в сердцах-то. Обгородил его. Я его врать не буду. Хрен этот, бетон не пробил. Нет. По краям три штуки выползла. Ну, чё же. Ой. Обгородил его. Тут до шечку повесил на ограду-то. Как он там написал-то ещё. Женщины, это, не слушайте. Сейчас я скажу. Спал мне всё равно. Э, экспонат! Ну, матершинник же. Разве можно так? Хорошо, ребятня, в деревне до 15 лет читать не выучилась. Чё, учить-то некому, у чечелей же нету. Денег нету, у чечелей нету. Не так, что ли? А кто выучился, кто-то не ходил этим огородом. Случайно, может, кто зашёл, плюнет нахрен, да уйдёт. Да райцентр дошло, конечно, райцентр же рядом, 75 километров. Комиссия приехала, 4 человека на газике. Ну, дорога дальняя ж, чё ж. Старший-то вышел, тебя уж не смогли. Прочитал тоже, плюнул, говорит, ну и чё? Сел и уехали, вот и вся комиссия. Вот ищи правду теперь. Ой. Ох, Василий, Василий. У нас тут дед есть один, ветеран он, с Первой мировой ещё. Фугасом, говорит, можно его взять. Если не врёт, конечно. Ну а чё, сейчас, кстати, тоже за деньги-то можно в армию кое-чё прикупить. Ну и это, а у нас, кстати, у нас тут в лесу сверхсекретно ракетная часть стоит. Засекретено всё, потому что враг, а кто враг, не знает никто. Говорит, наше дело маленькое, мы кнопку нажмём, ракета сама цель найдёт. И в том году нажали. Она чё-то искала, искала, цель-то не нашла, домой вернулась. Паллеса сгорела тогда. Там у них, кстати, 19 ракетных шахт. Секретчина же. Так они одну ракету, слышь, продали, не то на Ближный, не то на Восток. Пойди сейчас узнай. Секрет такой. Деньги-то, правда, сразу они получили, у меня был гахтер уже, сосед. Ихный, ну. И на другой день ракету послали им туда, своим ходом. Ну, теперь у них там Су-27 есть. Четыре штуки, было-то 16. А насчёт фугаса-то Василий задумался крепко. Хочет попробовать, я думаю, получится удачно. Не все же в деревне дураки-то. КОНЕЦ КОНЕЦ